Всем привет, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу для вас снять видео о том, как я делаю такие вот локоны. Если вам интересна данная тема, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Итак, для того, чтобы нам наши волосы накрутить на бигуди, во-первых, начнем с того, на какие бигуди мы будем сегодня накручивать. У меня такой сборный набор. Здесь два вида бигуди. Это вот такие гнущиеся, ну как попельотки, да, раньше называли их, то есть которые принимают нужную форму. И вторые это вот такие вот у меня есть, которые имеют липучку, то есть смысл их в том, чтобы накрутить локон на нее, используя этот фиксатор. Вот. И потом просто застегнуть. То есть вот такими двумя, точнее двумя видами мы сегодня будем накручивать наши волосы. У меня их 10 таких и 10 таких. То есть, ну достаточно много, потому что волосы у меня длинные, густые. Так что вперед. Для того, чтобы нам начать накручивать волосы, я опять же использую масло. Масло гарнир фруктис. Это для расчесывания, потому что волосы сейчас влажные. И чтобы не травмировать лишний раз, я наношу масло. Опять же, отступая сантиметров 7-10 от прикорневой области, скажем так. И наношу на небольшое количество, буквально два клика. То есть на одну половину волос и на другую. Нужно сначала их расчесать нам, чтобы легче было использовать наши бигуди. Я уже половину волос расчесала. Для удобства расчесывания я использую еще вот такой вот жидкий кондиционер. Глискур. Это экспресс-кондиционер с 7 питательными маслами. Тоже мой must-have в этом плане. Я закреплю, чтобы не мешало. Еще не каждый крап выдержит волосы мои. Потому что у меня достаточно длинные волосы. И так, волосы у нас готовы. Я буду использовать и оранжевые, и красные бигуди. Буду их чередовать между собой, чтобы у нас получились равномерно накрученные кудряшки. Берем. Я в последнее время перешла на маленькие расчески. Ими удобно, и волосы прочесываются хорошо. Отказалась от больших массажей, потому что они достаточно грубые, все жесткие. И таким вот образом начинаем с задней стороны. То есть у нас будет 10 с этой стороны и 10 с этой стороны. Берем прядь, не очень большую. Вот волосы еще достаточно влажные, это нам и нужно. Начинаем сзади. И вот таким вот образом. То есть у меня достаточно длинные волосы. Есть в этом небольшие неудобства, но ничего страшного. И вот таким вот образом накручиваем нашу бигудюшку. Хотя я знаю, бигуди не склоняются. Максимально стараться к голове докрутить, чтобы получился объем. И сворачиваем ее в рульку, или как это сказать, для того, чтобы она хорошенько держалась. Дальше по такому же принципу берем уже оранжевую. И также сзади пока еще берем прядь, чтобы нам удобнее было двигаться с задней части головы ближе к лицу. Здесь уже принцип такой, что вот за вот эти вот хохоряшки, крючочки, короче, липучку штука накручиваем ее. Только принцип такой, что мы уже ничего не перегибаем, просто уже защелкиваем. Вот таким вот образом. Вот такие получились у нас штуки. Дальше берем чередуя красную. На камеру это получается несколько дольше. Обычно я уже к этому времени сделаю половину головы. Снова берем. И вот таким вот образом накручиваем. Я на данный момент отказалась от плоек. Потому что в свое время часто ими пользовалась. Если только в каких-то редких таких случаях надо срочно быстро сделать, я использую плойки. Буквально это быстро. Дальше берем опять оранжевую. Захватываем задние части. Сильно маленькие тоже не стоит брать. Ну, примерно распределитель на глаз. Захватываем вот этой вот хвостик, чтобы зацепились крючочки за волосы. И вот так. Хоп-хоп-хоп. И наматываем. Конечно, кудри у меня держатся недолго. Но, тем не менее, из-за тяжести волос. То есть, приходится использовать какие-то фиксирующие средства. И все. Вот в таком же роде мы продолжаем дальше, двигаясь по направлению к лицу. Я накрутила одну же сторону. Вот такой вот барашек получается. Вот. Тут и красный, и оранжевый я использовала. То есть, половина головы уже накручена. И пошел процесс накручивания красивых кудряшек. Значит, теперь занимаемся мы второй стороной. Я заколола специально, и пока не расчесывала специально волосы, чтобы сохранить влагу в волосах, потому что я накануне только помыла их. И сейчас уже на этой стороне мы будем делать вот такую же красоту. Надо хорошенько опять же расчесать. Опять же масло, про которое я вам говорила, наносим. И для удобства расчесывания опять же глискур. То есть, я пшипаю на волосы. Обязательно встряхнуть, потому что средство двухфазное, двухкомпонентное. Поэтому встряхнули, немножко промокнули, распылили. Особенно уделяйте внимание кончикам, потому что они, после того, как мы помыли голову, они в основном быстрее всего сохнут. Поэтому, то есть, основная масса волос здесь вот она влажная, а на кончиках у меня уже все сухо. После таких вот манипуляций, сейчас я расчешу волосы и буду накручивать вторую сторону. Я решила еще заснять такой момент, сколько сантиметров у меня волосы. Для этого я воспользуюсь сантиметровой лентой, чтобы было по-честному. Я, когда разделила волосы, у меня здесь образовался пробор, от него и будем замерять. То есть, вот здесь вот вы можете видеть, 81 сантиметр. Вот у меня длина моих волос 80 сантиметров. Итак, я докрутила вторую сторону. Вот такая вот я, кудрявая, такой вот барашек. Теперь мы все это дело оставляем на часа 2-3. Чтобы ускорить процесс, можно, конечно, воспользоваться феном, но я сейчас стараюсь феном не пользоваться, чтобы не портить волосы. Поэтому подождем и я обязательно к вам вернусь. Снова я. Прошло 5 часов. Давайте вместе посмотрим, что же из этого получилось. Я уже крабом зацепила свои барашки, потому что они мне настолько мешают уже жить. Поэтому давайте скорее же посмотрим, что же из этого получилось. И начнем процесс снятия. Скажу, что я никакие укладочные средства не использовала. Вот такая прелесть получается. Эти бигуди хороши тем, что можно с легкостью придать им исходную форму. Оранжевые немножко сложнее снимать, потому что там вот эта липучка, она путается постоянно в волосах. Тем не менее, получается, локоны не хуже. Продолжаем разговор. Вообще, по идее, можно с ними спать, но как-то это слишком жестоко. Спать на таком количестве бигуди. Поэтому стараюсь все-таки, если днем никаких дел нет, никуда идти не надо, стараюсь днем накрутиться. Если вечером куда-то идти, прекрасная альтернатива всяким полкам, всяким щипцам. У меня их достаточно много. То есть, в идеале, конечно, докупить дополнительно вот это вот количество еще вот этих вот красных. Они удобнее. Вот какая прелесть. Ну, кстати, еще волосы нужно было подержать. У меня нет столько времени. Просто не терпелось уже показать вам, что же получится. Да, если мы просто тоже интересно, сразу обьем. И вот таким образом мы раскручиваем наши бигуди. Конечно, сразу за счет того, что они как пружинки, длина становится короче. Но это того стоит. Итак, я сняла все свои бигуди. Посмотрите, что получилось. Мне кажется, так даже неплохо. При желании можно все это уложить в какую-то прическу. Не обязательно использовать какие-то укладочные средства. Я просто все волосы разбираю пальцами, то есть создаю объем и делаю на чес. Итак, мои дорогие, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. И всего хорошего. Всем пока.